Эксперты в США, специалисты по России называют сегодняшний день настоящей информационной бомбой. Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение семерым сотрудникам ГРУ в киберпреступлениях. Об этом заявил помощник генерального прокурора США Джон Деммерс на пресс-конференции ведомства. Минюст приводит имена обвиняемых. Вот они на ваших экранах. Алексей Маринец, Дмитрий Бадин, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков, Алексей Минин, Артем Малышев. Троих из этого списка Бадина, Ермакова и Малышева в июле обвинили в причастности к вмешательству выборы президента США 2016 года. Это еще не все. Сегодня же власти Голландии обвинили ГРУ в кибератаках на ОЗЗХО, это организация по запрещению химического оружия. По этому делу в апреле 2018 года из страны выслали четверых россиян. Также власти назвали их имена. Удивительным образом эти четверо фигурируют в уже упомянутом списке американцев. Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. У одного из россиян нашли чек из такси, в котором в качестве адреса отправления был указан Несвижский переулок. В Москве этот адрес связывают со штаб-квартирой ГРУ. Сообщается также, что сотрудники российской разведки взламывали антидопинговые агентства, чтобы украсть информацию об атлетах. Ее планировалось публиковать избирательно, чтобы ввести людей в заблуждение. Это также делалось, чтобы дискредитировать ВАДА, антидопинговое агентство США и канадский центр этики в спорте. Есть также данные о попытках российских хакеров повлиять на расследование по крушению рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Так уж совпало, что как раз в эти дни в Брюсселе проходит саммит министров обороны НАТО. Там, в Бельгии, находится в частности глава Пентагона Джеймс Мэйтис, а также наш коллега Артем Филатов. Артем, приветствую тебя. Да, Катя, привет. Какие звучат комментарии? Ну, во-первых, эту тему комментировали здесь, в Брюсселе, с самого утра, поскольку утром министр обороны, все 29 министров стран, членов-участников НАТО, собрались на совещание, на встречу, на которой представители Нидерландов сообщили, что им известно на данный момент об этих обвинениях, что именно они нашли и предъявили российским сотрудникам российской военной разведки. Вот с этого начался день, и, в общем-то, дальше обсуждали все эти вещи в НАТО. Так вот, Генсек Альянса сказал, что действия России являются безрассудными, сам факт обвинений не вызывает никаких сомнений, и Россия должна отказаться от такой безрассудной и ошибочной модели поведения, заявил сегодня Янс Столтенгер. Предлагаю посмотреть, что он сказал. Нидерланды проинформировали министров обороны стран НАТО о том, что целью враждебной кибератаки была организация по запрещению химического оружия в ГАГе. Эту операцию провело ГРУ, российская военная разведка. Она была остановлена разведывательными структурами Нидерландов в сотрудничестве с британскими коллегами. Более того, Великобритания идентифицировала ГРУ как организатора ряда других кибератак по всему миру. Эти операции привели к колоссальным экономическим потерям, затронули жителей многих стран, в числе которых и сама Россия. Ну то есть никаких сомнений не высказывается, я поняла, но был ли комментарий непосредственно от министра обороны США, все-таки Джеймса Мэттиса, который там тоже находится? Да, Катя, безусловно, сегодня Джеймс Мэттис принял участие во всех мероприятиях министерских встреч НАТО, и далее он ответил на вопросы журналистов. Я был на его пресс-конференции, и Джеймс Мэттис доказал, что Соединенные Штаты полностью поддерживают своих союзников в Европе, и ответ на кибератаки со стороны России будет одинаковым по обе стороны Атлантики. Соединенные Штаты наряду с Великобританией, Данией, Нидерландами, Эстонией обеспечат средства борьбы с кибер-угрозами на национальном уровне, тем самым помогая НАТО продолжать борьбу в этой важной сфере. Мы это делаем в соответствии с оборонным мандатом НАТО и в соответствии с договоренностями наших лидеров на саммите НАТО. Ну и Катя, здесь как раз уже сказал немного Джеймс Мэттис о логике этого ответа. Важно повторить и подчеркнуть, что НАТО не рассматривает такой ответ, как, в случае, еще одну атаку, еще одну кибератаку ответную. Идет речь именно об усилении обороны в сфере кибербезопасности. Тут есть несколько инструментов. Во-первых, это инфраструктура для предупреждения кибератак, технические возможности их расширения. Это усиление и развитие разведки для сбора данных о готовящихся инцидентах. И также такие группы, ну что ли, быстрого реагирования в рамках НАТО, но это уже касается не наземных операций, а опять-таки, кибер, отражение кибератак, киберкоманды, которые могут быть командированы в различные миссии, подразделения НАТО по всему миру для того, чтобы оперативно ответить на угрозы и усилить таким образом кибербезопасность. Ну и кроме того, Йенс Столтенберг, я вернусь к нему, он так вот мимолетом сказал, что вообще атака на военную инфраструктуру, на военные сети и системы, это то, что происходит регулярно, и НАТО уже научилось на это отвечать. То есть уже есть примеры. И он называл как раз вот эту атаку в Гааге на ОЗХО предотвращенной атакой и похвалил союзников Великобританию и Нидерланды за совместную работу по раскрытию этих планов ГРУ. И таким образом он сказал, что необходимо продолжать вот это сотрудничество. Вообще теме кибербезопасности было посвящено немало здесь, по крайней мере, вопросов со стороны журналистов в эти дни министерских встреч в НАТО. Ну и вот мы видим иллюстрацию того, что хочет делать Альянс для предотвращения таких атак в дальнейшем. Но что касается другой стороны ответа, да, возможного ответа, другой вариант, другой сценарий политический, это сценарий, связанный с санкциями. Вот здесь в НАТО об этом не говорят и здесь в НАТО это не обсуждают, поскольку это уже дело политиков, Катя, она не военная. Да, но это не прерогатива, конечно, Североатлантического альянса вводить санкции. Спасибо. Артем Филатов из Брюсселя рассказывал нам о том, как в Североатлантическом альянсе в штаб-квартире. Организации сегодня обсуждали вот этот скандал, новые данные о российских разведчиках. Благодарю тебя, Артем. Ну а Валерий Малевный, историк спецслужб, у нас сейчас на связи. Мы спросим Валерия, надеюсь, насколько убедительно звучат обвинения, прозвучавшие в адрес российского ГРУ. Здравствуйте, Валерий. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Вот мы с вами, когда в прошлый раз общались, то вы сказали, что, например, Скрипали, на ваш взгляд, отравили не российские спецслужбы, потому что, дескать, это было бы не характерно плохо, топорно сделано, и что, скорее всего, это не Россия. А вот что вы сейчас скажете с учетом опубликованных доказательств, значит, со стороны европейцев? Ну, вы посмотрите, на сегодняшний момент диаполитика такова, наших отношений, да, международных отношений, что мы видим, идет война спецслужб. И на сегодняшний момент вот эта война спецслужб, она просто-напросто выплескивается на информационное пространство в виде обычных спецопераций. Вот я не вижу, что здесь такого особенного, вот в этой информационной катавасии, которую затеяли и Голландия, и Лондон, и Нью-Йорк. Видите, вот посмотрите, мы же ничего не говорили, когда в 2010 году 10 наших нелегальных разведчиков было арестовано ПБР на территории Америки, которых выдал изменение к родине полковник Попей. Ничего не говорили. Мы не говорим, например, о том, что на территории России за 2017 год было арестовано 147 иностранных разведчиков, в том числе 47 профессиональных разведчиков. А это означает под прикрытием дипломатических паспортов. То есть на сегодняшний момент мы видим обычную работу спецслужб. Валерий, я все понимаю, да, и про наличие спецслужб и тех, и других во всех странах мира нет никаких сомнений. Другой вопрос, что сейчас российские спецслужбы обвиняются в очень определенных, я бы сказала, даже преступлениях. Например, попытки взломать там сервер ОЗХО, ВАДА, повлиять на расследование по сбитому Боингу над Донбассом в 2014 году. Это очень болезненные темы и очень серьезные обвинения в адрес российских спецслужб. Вот предъявленные доказательства, они выглядят для вас убедительными или нет? Ну, давайте начнем с того, что на сегодняшний момент как такового ГРУ военной разведки не существует. В 2010 году ГРУ было реформировано. Это теперь называется Главное управление Министерства обороны Генштаба. И оно занимается совершенно другими направлениями. Там совершенно другая структура. Структура не делает того, что на сегодняшний момент приписывает вот этой военной разведке. То есть тем операциям, которые мы сегодня видим. И то, что на сегодня взяли и обнаружили кибератаку на Нидерландах, на ВАДА, на ОЗКО, это, конечно, прокол российских спецслужб. Это надо признать. Но это больше относится не к ГРУ, не к военной разведке. А это, как сейчас говорят, новые рок-войства. Это кибервойства. Кибервойства в Америке, кибервойства в Китае, кибервойства в России. Мы же знаем, что в 2012 году, давайте вспомним, Америка и Китай провели совместные киберучения, кибервойства. И в 2013 году Путин издал приказ о возрождении кибервойства в территории Российской Федерации. Потому что на сегодняшний момент, надо признать, вот именно информационная война переходит в киберпространство. Валерий, я вас, во-первых, попрошу, если можно чуть поближе сесть к компьютеру, или к носителю, с которого вы сейчас говорите, чтобы вас лучше было слышно. Но кибервойны это понятно. И вот прокол, очевидно, российских спецслужб, цитирую я вас, тоже понятен. Но вот, например, история с господином Чипигой, он же Баширов, человек, который, по всей вероятности, по предварительным данным, в общем, отравил Сергея Скрипаля в Солсбере. Вот это прокол, по-вашему, или что-то еще? Я категорически не согласен с тем, что российские спецслужбы имеют отношение к Скрипалю. Ведь давайте так, правильно будет признать, что в 2006 году Скрипаль был осужден. Он был лишен звания, был лишен всех орденов и наград. И он сидел в зоне для специально осужденных предателей Родины. И в 2010 году, мы знаем, Путин договорился с Обамой, обменяли четырех наших предателей на десять наших нелегальных разведчиков, которые провалились в Америке. Это факт установлен. И Скрипаль выехал на Великобританию вместе с семьей. Он практически, практически не был уже секрета-носителем. Но давайте смотреть прямо по фактам. В 2006 году по уголовному делу Скрипаля проходило 100 тысяч доноров, которые Скрипаль получил от американских спецслужб и британских за свою работу. Девять лет он работал на ЦИКУ в Британии. И приехав на сегодняшний момент, на момент как раз расследования уголовного дела, НИПЯТЬ выясняет, что у Скрипаля дом за 370 тысяч километров, и на расчетном шоке лежит 420 тысяч километров. То есть явно Скрипаль был связан с какой-то международной мафией. Ну хорошо, а как же вы объясните вот этих молодых людей, туристов, которые на Солсберецкий собор ходили смотреть, на шпиль, а потом оказывается, значит, один из них, господин Чепига, получал орден Героя России, из рук президента Российской Федерации Владимира Путина. После этого Владимир Путин говорит, Скрипаль предатель и подонок, цитирую я близко к тексту, главу государства российского. Значит, все-таки хочется понять, как это все, что я сейчас перечислила, соотносится с вашей теорией о том, что МИ-6 могла попытаться убить, например, Скрипаль? Вы понимаете, но это даже глупо говорить, это плевок в лицо российским спецслужбам, показывать на каких-то двух секс-братьев, которые занимаются полукриминальный бизнес у них. Вы верите им на слово, да? Я им не верю на слово. Я вижу, что отношение их к делу Скрипаля совершенно не относится. Они могут быть, могут быть и выполнять какие-то либо функции связняков, скажем так. Но на роль убийц они совершенно не годны. Это во-первых. И во-вторых, я лично считаю, что дело Скрипаля – это дело мафиозных разборов международных ОПГ. В основном это связано с украинской ОПГ. Украинской. Делом Перепиличного. Есть такой Александр Перепиличный, которого убили в 2012 году. И дело которого МИ-5 на сегодняшний момент засекретило. А в 2006, в июне, она опять, МИ-5 начала, контрразведка проводить расследование по этому делу. И все дела, они теперь на сегодняшний момент почему-то засекречены. Ну хорошо, давайте спросим у Александра Гольдфарба, журналиста, обозревателя, который, в общем, имеет прямое отношение к убийству Александра Литвиненко. Это уже после Литвиненко был Перепиличный. И сейчас вот была попытка убийства Скрипалей. Алик, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время, Алик. Ну вот как бы вы прокомментировали версию Валерия Малёванова относительно того, что это, скорее всего, какие-то разборки ОПГ. И Россия вряд ли, в общем, таким топорным образом пыталась бы убить Скрипаля в Солсбери. Ну, прежде всего, я хотел бы заметить, что, с моей точки зрения, неправильно называть перебежчиков и шпионов иностранных в России предателями Родины. Они патриоты России, потому что они предали интересы криминального режима. И поэтому, когда-нибудь, когда этот режим падет, им будут поставлены памятники и повешены мемориальные доски. Как произошло с теми, кто предавал германский рай во время Второй мировой войны. Теперь они считаются в Германии героями. Ну уж вы сравнили, Алик. Ну, а что тут такого? Ну, я же не уверена, что тут что-то такое. Ну, хорошо, давайте по сути сейчас попробуем. Теперь, я не вижу особо, но, значит, вот, что касается о том, что они прокололись, конечно, прокололись. Для Литвиненко мы видим, что их поймали с поличным. Британский суд изучил все доказательства. И он пришел к выводу на основании непровержимых доказательств в открытом суде, что Литвиненко убили сотрудники российской спецслужбы «Луговой» и «Ковтун». И после этого, так сказать, все подозрения в таких случаях падают на российские спецслужбы. Это первое. Второе – это то, что британская власть в лице премьер-министра и министра странных дел заявляет совершенно официально и показывает доказательства того, что это российские спецслужбы. И у меня лично гораздо больше оснований верить британцам, чем такому человеку, как Путину. Ну вот какие доказательства сегодня были предъявлены, например, помимо чека за путешествие на такси, который для вас является таким непоколебимым, наиболее убедительным? Нет, сегодня доказательств не было предъявлено, сегодня были заявления, которые основаны в основном на работе спецслужб. И я этим заявлениям верю, потому что ни на каких оснований подозревать их в том, что они каким-то образом хотят замазать российские спецслужбы. Поймали. У них наверняка есть достаточно оснований так говорить. Может, это агентурные данные. Может, у меня в Кремле шпион сидит. Я не знаю. Но если они так говорят, я им верю. Ну вот, Алик, вы знаете, сейчас как раз у нас эфир, мне кажется, он ровно про это. Вот я посередине, а у меня с разных сторон, справа и слева, двое людей с прям противоположными мнениями. И они верят, то есть вы верите тем, кому вы считаете нужным верить. То есть это ваш выбор, да? И это, в общем, это внутренний выбор каждого из вас. То есть сейчас вопрос в том, кто мне больше нравится, Путин или Мэй? Это вопрос вашего морального взгляда на эти вещи. Речь идет о том, что принцип моральной эквивалентности между двумя сторонами ставит их на одну доску. Россия и Запад не стоят на одной доске. Опять возвращаемся к истории с Германией или Советским Союзом. Давайте ближе Советский Союз. Ставить на одну доску Советский Союз, например, КГБ и ЦРУ совершенно неправомерно, потому что в одном случае были силы зла, в другом случае были противостоящие им силы добра. Поэтому нужно выбирать с кем нужно. Валерий, я попрошу вас ответить, если можно. Ну, давайте так. Все профессионалы, с которыми я общаюсь, в том числе из МОСАД, БНД, они все считают, что КГБ это самая лучшая спецслужба была в мире. Ага, и действительность. ЦРУ всегда ставит на второе место. И возьмите все учебники. Если вы посетите Ленгли, штаб-квартиру, музей истории штаб-квартиры Ленгли, вы посмотрите, как американские специалисты, профессионалы, разведки, они преклоняются перед теми спецоперациями, которые проводило КГБ. Ну, давайте сейчас тогда я вам сразу задам, Валерий, вопрос. То есть раньше преклонение было? ЦРУ не убивало людей миллионы. Алик, если позвольте, вот некое преклонение, да, и вот такое, знаете, восхищение в адрес профессионализма, сейчас я не говорю о моральной стороне этого дела, Александр, да, но было такое, знаете, общее место, что КГБ это, в общем, такое профессиональное явление, да, и еще раз, не говоря о моральной стороне, и нравственное, да, это история. Сейчас, когда ловят на чеках в такси или ловят того же Чипигу, уж простите, я все равно не верю в то, что молодой человек по фамилии Чипига не имеет отношения к Скрипалям, извините, пожалуйста, Валерий, но тем не менее, да, мы видим, что у этого человека фотография красуется там на стене одного из ведомств, ему там вручает герой России Владимир Путин, пойман на том, что, в общем, пошел на телевидение, на РТ, и сказал глупости очевидные, и после этого вот такая неприятная ситуация, такой конфуз, что ли, да, можно ли сейчас говорить о том, что уровень спецслужб российских остается таким же, каким он был в советские годы, Валерий? Нет, естественно, после развала КГБ, а это все-таки 15-18 лет прошло, и Путин пытается на сегодняшний момент национальный суверенитет России, в том числе и в спецслужбах, насколько сделать его приоритетным, но это же очень тяжело сделать, да, мы видим, что на сегодняшний момент совершенно другие спецслужбы в России. ФСБ собрали вместе, СВР, внешняя разведка, и когда мне сказали, например, что это были не офицеры ГРО, а офицеры СВР, нелегальной разведки, да, можно было еще как-то поверить, но, зная, например, что у него нашли квитанцию, который он оставил, якобы, выезжая за границу, это прокол для любой спецслужбы, это такой прокол, после которого надо, ну, просто человека не просто увольнять, а срывать погону. Ну, а вот почему вы не можете допустить, Валерий, почему вы не можете тогда допустить, например, версии о том, что вот после ошибки в Солсбере, после того, как не было сделано то, что планировалось, господин Чепига и его напарник, мы его истинной фамилии пока не знаем, как раз заслужили вот такое наказание, приход на Арти, разговор с госпожой Симоньяной, и, в общем, фактически признание сексуальной ориентации, которой на самом деле нет, по мнению многих из тех, кто смотрел их интервью. Вот это не может быть наказанием за прокол в Солсбере? Да нет, ну какое-то наказание. Мелкие жулики, которые могли бы сами сказать, выступят от имени разведки, никто им не поверит, да, но мы же видим, нет мотивации самой убийства. А вы посмотрите, у Скрипаля погибает практически вся семья. В 12-м году умирает жена, как Батрак. В 17-м году погибает в Санкт-Петербурге, причем сын, он приезжает туда, Скрипаль, и ему разрешают вывести тело сына и похоронить рядом с женой. Мало этого, его брат погибает в 16-м году, полковник ВДВ. То есть вы считаете, что их убивали иностранные спецслужбы? Это не иностранные спецслужбы, так никогда не работают. Это мафия может только работать. Я поняла. Александр, есть ли у вас мнение на этот счет? Ну, по-моему, доказательства в случае Скрипаля налицо. Есть фотографии этих людей. Есть довольно убедительные доказательства, что они сотрудники ГРУ. Там включают документы, фотографии, номера паспортов, раскопанные российскими и международными журналистами. Поэтому тут, по-моему, все очевидно. Все разговоры про мафию, это попытка навести тень на плите. Спасибо. Валерий Малевный, историк спецслужбы, у нас на прямой связи. Александр, я задам еще вам один вопрос, если позволите. Валерий, благодарю вас. Пожалуйста. Ну, если можно было бы нам с вами, Алекс, сейчас обобщить всю сегодняшнюю ситуацию, если мы могли бы, например, какие-то строить сейчас прогнозы относительно последствий сегодняшних новостей, связанных со спецслужбами, то если у вас есть возможность коротко описать, чем кончится дело? Я думаю, что сейчас ситуация вышла на некоторый новый уровень, когда, если раньше в течение многих лет говорили о, так сказать, каком-то уровне сотрудничества, в частности, в борьбе с международным терроризмом, с исламскими экстремистами, всем прочим, делиться данными, если они ездили друг к другу в гости, то сейчас об этом уже речи не идет, не идет, и я так чувствую, хотя я, естественно, не знаю, но на уровне спецслужб это война, это враждебная спецслужба, такая же, как была КГБ во времена Советского Союза, они тоже общались, но, в общем, это была война, они на жизнь и на смерть, и людей убивали с обеих сторон, и поэтому сейчас это вышло на такой уровень. Какие будут последствия политические, я не знаю. Но спецслужбы, конечно, очень влиятельная часть западных структур, и у них есть свое лобби, как мы видим сейчас, что происходит в Америке, в СДР, там целую и всем прочим. И как будут смотреть политики на это дело, и в какой мере вот это вот противостояние спецслужб перейдет в реальную холодную войну или сдерживание, сейчас сказать трудно, но тенденция в эту сторону, конечно. Большое спасибо, Александр Гольдфарб, публицист, правозащитник, журналист был с нами на прямой связи. Олег, благодарю вас.